Я знаю детство, слышу шею страдимых ракет. В той деревне своей, Меньково, где отцовская хата стоит, Мы не трезвунь двора заревая на своей золотистой трубе. Мам, мама, была ты живая, я бы нынче приехала к тебе. Родители мои, дорогие, я душою ничуть не кривлю, Хоть вас нет на земле, и поныне, а сыновья вас вечно любила. В семь лет Николай Михайлович пошел в школу. Учиться было очень трудно, и, как уже было сказано, не хватало ничего, ни книг, ни вещей. Также начальная школа находилась очень далеко от дома, но, несмотря на все трудности, Бакланов учился очень хорошо. Получив среднее образование, в 17 лет он добровольно пошел в Красную армию, и он направлен в Ленинградский военный округ. На тот момент в воздухе уже веяло войной. Его военная биография началась с Советско-финской войны, затем Великой Отечественной и Блокады Ленинграда. За защиту осужденного города Николай Михайлович получил награду за оборудование Ленинграда. Именно этому событию он посвятил свое стихотворение. Недаль на ленточке зеленой, ничем особо не приметная. Для нас, участников Блокады, ты самая заветная. Ценю тебя, как первую награду, с тобой волнение мое. Взгляну и вижу я Блокады, и всех друзей, и все бои. Взгляну и вижу город хмурый, снегу, вальду и без тепла. Голодных жителей, подобных, но без патриотов, как всегда. Взгляну и думаю с любовью о тех друзьях, кто рядом был, кто славу воинскую кровью в боях за Родину добыл. Совсем недавно, в конце 2014 года, дочь Николая Михайловича Луана сообщила нам о том, что среди материалов, связанных с жизнью ее отца, она нашла очень интересные записи. Это был фронтовой гимник Николая Михайловича.